Для операции Ель нам потребуется сама Ель. Кстати, мы её не любили в лесу. Это собственность телекомпании «Оператор» и «Машина». Специально для проведения журналистского расследования мы выехали за город на личном автомобиле. Как раз в него складываем героиню нашего сюжета. Эта зелёная красавица должна, по нашему мнению, привлечь внимание. Даже специально оставили торчать верхушку новогоднего дерева. Вот теперь едем проверять бдительность ответственных органов. А вот и первый патрульно-постовой пункт. По нашему сценарию автоинспекторы просто обязаны нас остановить. Мы очень похожи на чёрных лесорубов. Едем из лесозоны, из окна виднеется Ель. Но почему-то сотрудник ГИБДД на нас не обращает никакого внимания. Спокойно проезжаем, разворачиваемся и вот мы опять нацелены на этот же пост. Опять не вышло. Никто даже не собирается нас останавливать. Несмотря на то, что Ель, возможно, вырубили в незаконном месте. Согласно лесному кодексу Российской Федерации, заготовка леса, в том числе Елей, к Новому году является предпринимательской деятельностью. Осуществлять её могут лица только юридические. Так проехали по всему городу. Нас не остановил никто. Хотя это в компетенции как агентства лесного хозяйства, так и правоохранительных органов. В то же время, в случае нарушения закона, мы были бы обязаны заплатить штраф от 1000 до 40 тысяч рублей. Это подтверждает в агентстве лесного хозяйства. Весной кодекс не разрешает физическим лицам заниматься такой деятельностью. Во-первых, административный штраф, как минимум, плюс ущерб. Ущерб составляет, это в пределах до 5 метров, ёлочка. Ну, я так примерно скажу, от 1000 до 1500 ущерб. Свыше 5 метров, от 3000 и выше. На вопрос, почему нас не остановили с ёлкой, Виктор Акбердин ответил, просто время ещё не пришло. Активно ёлками пока никто не запасается. Следовательно, сотрудникам ГИБДД ещё не поступила команда останавливать машины с новогодними деревьями. Но рассчитывать на лёгкую добычу недобросовестным лесозаготовителям не стоит. За прошлый год заинтересованные ведомства выявили 24 случая нарушений. За 174 срубленные ели чёрные лесорубы заплатили 186 тысяч рублей. Ну, а наша съёмочная группа с якобы срубленной ёлкой в автомобиле так и вернулась на студию совершенно беспрепятственно, миновав десяток постов ГИБДД. Это сегодня нас никто не поймал. Но 20 декабря сотрудники ГИБДД сами обещают начать операцию Ель. А мы обязательно проверим их работу. Ирина Гапончик, Юлия Любишина, Александр Пахомов. Новости сейчас. Субтитры подогнал «Симон»